Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основного инструмента валютных пар индексов на предстоящий день. 19 апреля, и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на рынке, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели стремительное движение порядка 100 пунктов, дошли до значения 1.07.35. Соответственно, на текущий момент сценарий на укрепление евро также сохраняется. Что на текущий момент мы можем сделать по данной ситуации, это скорректировать ближайший разворотный уровень, как мы отмечали ранее. Теперь, после следующего импульса, после которого мы видели обновление максимума 13 апреля, мы можем скорректировать наш коррекционный уровень именно за минимум, который был 17 апреля. Соответственно, к примеру, перенести ордер стоп-лосс. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление евро также остается в силе. Пара британский фунт также вчера делала попытки коррекции в область 1.24.99, но ниже данные отметки не ушли, поэтому сохранение восходящего движения также осталось в силе. Вчера пара прошла порядка 400 пунктов, но, как мы видим, все было в рамках того тренда, той тенденции, которая была намечена на рынке ранее. То есть, все осталось в рамках текущего движения. Пара австралийский доллар и американский доллар после вчерашнего пробития минимума 14 апреля продолжают свое нисходящее движение. И ближайший разворотный уровень, который мы можем отметить по данной паре, находится на максимуме, который сформирован 17 апреля. Максимум в области 76.09. На текущий момент мы видим все предпосылки на продолжение нисходящего тренда по паре австралийский доллар. По крайней мере, на текущий момент в краткосрочной перспективе до обновления минимумов в области 0.7471. Пара американский доллар и канадский доллар после обновления максимумов в области 1.3336 продолжают движение на укрепление американского доллара в данной валютной паре. И ближайшая цель по данному движению это 1.3429. Напомню, что мы ранее рассматривали продолжение нисходящего тренда в том случае, если пара останется выше как раз отметки 1.3337. Но так как вчера мы видели уход выше данного значения закрепления, то сценарий на продолжение нисходящего тренда был отменен. И на текущий момент вступил в силу уже сценарий на краткосрочное продолжение восходящего тренда с ближайшей целью в область 1.3447. Пара американский доллар и японская иена вчера не показала стремительных движений. Локальный минимум также обновлен не был, но тем не менее тенденция также остается нисходящая по данному инструменту. Ближайший разворотный уровень находится в области 1.0938. По индексу DAX мы также видим продолжение нисходящего тренда. Вчера с открытия ушли ниже и дошли до отметки 11.957. Соответственно, тенденция на ослабление индекса DAX также сохраняется. Единственное, что сейчас мы можем скорректировать, это переместить разворотный уровень чуть ближе на максимум, который был открыт вчера уже после пасхальных праздников в Европе. Пара евро-фунт вчера делала попытки уйти выше максимума в области 84.96, но также закрепления мы не увидели. Соответственно, подтверждений на покупку по данному инструменту не было. А вот, в свою очередь, обновление локальных минимум привело к дальнейшему продолжению исходящего тренда по данной паре, по данному инструменту. Соответственно, мы видим выход из того треугольника, который был отмечен, и ближайшая цель на текущий момент это закрепиться ниже отметки 82.97. Уход ниже данного значения уже открывает дорогу на дальнейшее снижение евро по отношению к британскому фунту. Золото также продолжает свое восходящее движение. Вчера делали попытки обновить минимум. Буквально одной свечой часовой зашли за уровень 1281 за доллар. Следующей же свечой вернулись. Поэтому на текущий момент говорить о пробитии поддержки в области 1281 за трюкскую унцию пока еще рано. Если говорить о продажах и начале коррекционного движения, то золото нужно уйти как раз ниже данной отметки, ниже данного уровня поддержки. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение. Вчера вновили локальные минимумы, дошли до 54.55. На текущий момент данная тенденция также сохраняется. И ближайший коррекционный уровень на текущий момент в рамках текущего дня. Мы можем скорректировать уже на максимум, который был зафиксирован вчера. И в том числе уровень стоп-лосс переместить уже ближе, как в рамках примера по данной ситуации, к точке входа по направлению нисходящего движения. Потому что пока все же это коррекция. И коррекция может закончиться довольно-таки быстро. Соответственно наиболее интересно после завершения данной коррекции присоединиться уже на покупку по нефтемарке Brent. Либо пока коррекция продолжается, двигаться вместе с ней на понижение. Индекс доллара также продолжает свое нисходящее движение. Вчера вновили локальные минимумы в области 99.35. Что соответственно дает нам возможность переместить разворотный уровень на максимум, который был вчера в области 100.31. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление индекса доллара также остается в приоритете. Итак коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся на наших следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.